Жители пятиэтажки на Калинина 107 признают, что двор сегодня не узнать. Раньше придомовая территория была в ухабах, грунт сыпался на проезжую часть, грязные лужи были повсюду. Отремонтировать двор хотели давно, но самим это было не по силам. Местная жительница Татьяна Саитова со своими соседями узнала о программе формирования комфортной городской среды. Недолго думая, люди решили опробовать новую систему ремонта дворов. В итоге не пожалели. Рабочие зашли в октябре, где-то в середине октября. И вот сделали такую красоту. Претензий жильцов нет, все счастливы, все довольны. Мы как в Париже сейчас живем. Татьяна с соседями поучаствовала в софинансировании проекта. Жителям нужно было оплатить лишь 5% предстоящих работ. Остальные 95% – забота федерального, краевого и муниципального бюджетов. Оплату с дома снимают по частям в течение нескольких месяцев. Например, в случае дома на Красного Знамени 91 ремонт придомовой территории обошелся каждому жителю в сумму чуть больше тысячи рублей. С 1974 года дом стоит. И, наверное, когда дом даже сдавали, такой дороги красивой не было. Просто ее не было. Понимаете? И наши жильцы, я думаю, что с первой по 128 квартиру, ну, поблагодарят и управляющую компанию, и город за то, что нам сделали вот прекрасный такой… В этом году по федеральной программе во Владивостоке отремонтировали 21 двор. Это стало зримым достижением местной власти. Люди оценили. Недаром на WhatsApp мэрии пришло много благодарностей и новых предложений. Подать заявку в 2018 году смогли все желающие управляющие компании и ТСЖ. Проект, как видно, хорошо себя зарекомендовал, поэтому было решено его продлить. Уже сейчас собраны заявки на ремонт 400 дворов по всему Приморскому краю в 2019 году. Это уже, кстати, предложение главы региона Олега Кожемяка, который считает, что состояние дворов – очень важный показатель комфортности городов и сел. Владивосток показывает пример. Здесь программу запустили первыми. У нас уже подано заявок от жителей на 120 миллионов. И, соответственно, мы сейчас ждем подтверждения финансирования, потому что мы знаем, что Минстрой сказал, что будет увеличено по финансированию этой программы, но конкретно еще не знаем, насколько точно будет выражена сумма в Владивостоке. То есть, ну, надеемся, что будет больше. Подробнее со списком отремонтированных в 2018 году дворов можно ознакомиться на сайте администрации Владивостока. Там же можно узнать о том, как поучаствовать в программе 2019 года. Максим Яковлев, Новости на Восьмом.